Всем приветик! Сегодня мы вам покажем нашу закупочку. Фастфуд? Нет, не только фастфуд. Сейчас будет нормальная еда. Существует миф, что все американцы едят фастфуд. Отчасти это правда. У Джона есть своя история. Он реально ел один фастфуд и ресторанную еду каждый день. Он так поправился, что превратился в ходячий пирожок. Он однажды посмотрел на себя в зеркало с отвращением и сказал «Джон, стоп! Ты так больше жить не будешь!» Он начал заниматься спортом и перешел на здоровое питание. Сейчас он очень внимательно подбирает продукты и читает состав на упаковке. К сожалению, из-за нового графика на работе у Джона нет времени заниматься спортом. И сейчас он снова набирает вес. Сегодня у нас будет закупочка на неделю. Ну, наверное, вы подумаете, что что-то отличается. Американская закупка от русской закупки на самом деле нет. Ну, вот мы сейчас будем овощи брать, чуть-чуть мяска. Посмотрим, что почем. Покажу вам нашу распаковочку, когда уже придем домой и что вышло по цене. Помидорки. Мы их часто используем для пиццы, но они такие красненькие. Я их и в салат тоже делаю, потому что не все помидоры такие спелые. О, и у них акция. Покупаешь одну пачку, а вторая в подарок. Большой выбор овощей и фруктов. Цветы даже есть. Вот этот традиционный цветок. Только на Рождество он очень популярный. Три штучки за 12. Слушайте, а почему бы нам его и не взять? Это же так важно. Я вот, правда, не знаю, доживет он до 25-го. Ну, наверное, нам надо, да. Выбери красивый какой-то. Можно даже две. По традиции надо красный брать. Почему это традиционный, ты знаешь? Я не знаю. Ты американский, ты должен знать. Я не знаю, почему цветы традиционные, что цветы и что-то. Они, я не знаю. Этим все сказано. И как раз недавно я смотрела влог «Легенды Майорки». Там рассказывается, что эти цветы символизируют вифлеемскую звезду. Смотрите, что у нас тут есть. Старбакс. Прямо не отходя от кассы. Что это там ушло? Санте подарите, когда будет Крисмас. А что это? Сосательная конфета? Думаешь, Санта хочет сосать что-то? Ну, да. Так. Чикен. Слоу ротиссери. Роастед чикен. Пайпот. Пайпот. Вечером обычная скидка. О! Креккер претсель. Хорошо. Четыре девяносто. Пайпот. Опа, такая вот акция. Смотрите, все их не пропустили. Покупаешь один, и тебе второй подарок. Джон говорит, что вот этот салат очень американский. Чикен салат, но он сделан из этого же ротиссери. Да. Когда они не продают. То есть получается вот такой американский салат, чтобы даже не готовить, покупаешь сразу салат. Хорошо. Хорошо. Вот такая цена, чтобы не готовить, 8,55. 8,49. Да. Нам нужен форс. Байсон. Байсон? Бизон. Почему? Why? It's healthier. Хорошо. Вот так. But it's also more expensive. Говорит американец. 10,99. 10,99. Маленький вот этот. Ну, как бы тут, наверное, сколько? Да, полкило, ребят. Ну. Сейчас будем выбирать бекон. Это неотъемлемая часть завтрака. И у тебя бекон, да. Потому что в прошлый раз я взяла тоненький, он не очень. How much? 7 dollars. 8 долларов за вот такой вот нарезочек бекона. Подорожало сейчас, конечно. Вот такая у нас уже тележка. Ну, вот, кстати, чипсы и всякая химия, это очень по-американски. А там клубничка, ягодки. Вот. Так что не так все плохо. О, вот Филадельфия. Давайте посмотрим. Филадельфия большая упаковка. Сколько? 5,7. 6,99. 6,99. Окей. Тоже очень такая американская штучка. Мы будем готовить тако по рецепту мамы Дианы. И нам понадобится такая вот нарезка из сыров. How much? 4,99. 4,99. Мне кажется, что 3 месяца, как я вернулась с Одессы, и оно еще не скисло. Такое вот молочко здесь. 6 долларов. 5,99. Это все, что я могу купить. Да. Ну, такого не бывает. Во-первых, вообще молоко не продается свежее. То есть, его проходит всегда молоко пастеризацию, потому что здесь есть такой определенный закон. Вы говорите об этом законе, что мы не можем купить настоящую милку? Да, в 19-20-х годах много людей умерли из каких-то бактерий. Они его обвиняли на пастурирование. Но это было не то, что это произошло. Но, в любом случае, из этой законы вы не можете купить не пастурированный милку, если вы владеете собственную милку. На ферме можно купить корову. Вы можете купить на ферме и купить на ферме, и вы можете купить на ферме и купить на ферме. Многие люди делают это, если вы рядом с ферме. Если вам надо корову, то в Северной Каролине есть фермы. Можно купить вместе с некоторыми людьми, и покупать от нее свое молоко. Потому что она ваша корова, значит, ваше молоко. Берем йогурт для школы. Саша заявила желание. Ну, я знаю, что, может быть, это не самый натуральный йогурт, но тем не менее. Хочется иногда разнообразить ее ланч, и она берет кушать в школу. Прикиньте, что я нашла. Оказывается, кто-то взял, открыл, съел два вот этих пирожных и оставил эту упаковку на полке. Ай-яй-яй, как нехорошо. У нас еще было 6 долларов, а теперь... How much? 8.49 Так, в итоге 157 баксов. 4 доллара у нас процент вот этот текст. Вот наша закупочка. Мы еще мед взяли. Вот огурцы, помидоры, перчик. Я еще люблю, даже несмотря на то, что они такие не совсем спелые, клубничка, малинка, черника, голубика. Вот этот бизон полкило. Будем делать тако. Так, что еще? Вот эти... Я очень люблю авокадо. И смешиваю еще с крем-чизом. С теладельфией. И слайсами красной рыбы. Там семена или что. Что-нибудь, короче. С рыбкой очень вкусненько получается. Эту курочку мы покупаем для салата в основном. Само по себе мы ее так просто не едим. Но можно, если там остается от салата, то ножки вот эти куриные тоже с пюре. Очень вкусно. Такие вот маленькие черри для салата. А вот обычные помидорки. И вот, как я называю такой зикатышки. Вообще-то это шоколад с орешками. Обожаю их тоже. Две пачки. Одной мне было мало. Видите? Я разное решила взять. Вот такая штука, по-моему, 4 с чем-то долларов. Конечно, цены не очень, да? То есть она дороговато считается, но хотелось. Провожаем Сашу на школьный автобус. По правилам дорожного движения в Америке при остановке школьного автобуса весь транспорт останавливается тоже. То есть, например, если идет высадка или посадка школьников, то все должны остановиться даже на перекрестках. На самом автобусе выдвигается значок «Стоп». А когда автобус уезжает, этот значок задвигается. И остальной транспорт продолжает свое движение. Это правило распространяется не только во дворах, но и на больших центральных дорогах тоже. Пока, Сашуля. Пока Саша учится, я сгоняю на фотосет. Всем приветик! Сейчас я нахожусь на озере на фотосете с Брайаном. Мы снимаем купальники. Сейчас пойду фоткаться, сейчас покажу, кто наши модели. Скарлетт – очень красивая девушка. И еще одна девчонка, она только-только начинает. У нее очень красивая фигура, кстати. А вот мои коллеги по фотосету – Скарлетт и Меган. Она пришла с мамой. Меган – начинающая модель. И она ходит с мамой для поддержки. Ей всего лишь 16 лет. А это следующее платье цвета бургунди. Уже есть пару готовых фоточек. И хочу еще раз обратить внимание, что девушки гораздо младше меня. И несмотря на это, я еще ничего. Свои 33. Все уже закончилось. Фотограф мне надарил целую кучу всяких платьев. Включая это платье, что сейчас на мне. Фотограф начал продажу этих всяких платьев. Купальников и нижнего белья. Он мне платит за фотосет. Плюс он еще мне дарит эту одежду. Ну, в общем, я рада. Подарил мне еще какой-то купальник. Который просто купальником даже назвать нельзя. Сейчас покажу. Посмотрите на этот маленький размер. Такие вот штучки – это же одно название. То есть, ну… Не, ну, в принципе, на большой груди. Может, будет классно. А так… А вот это посмотрите. Куда это? Посмотрим. Ну, он подарил… Подарок мне… Это уже приятно. Приятно. Вот. А вот еще пару фоточек. И, кстати, это платье он тоже подарил. И этот купальник. И это платье. Наш сосед никак не успокоится. Ему так нравится тематика этих скелетов и Хэллоуин, что он даже своего… этого скелета никак не уберет. Теперь он его нарядил в Санта-Клауса. Всем привет. Нас пригласили в гости Вика и Маша. Так красиво они украсили. Супер. Какие красивые цветочки. Это же… Шлопок. Вы были на поле с хлопком? Да, проезжали. Или можно купить? Привет! Привет! Купить за дорого. Да. Потому что я помню, когда вот такой вот пучочек колосочков продается за там 6 или 20 долларов. То есть это… Как красивые цветочки. Супер. Все по-нашему. Огурчики – прелесть. А вот это уже не наше. Ну, это Джо, наверное, заценит. А, это же… ну, как это? Голова. Да, это супер вообще. Ой, сейчас пойдет запашок. Класс. А Джонс разговаривает с телефоном. Он смотрит футбол. Любимая команда Теннесси и Джорджа играют сегодня. Поэтому… Это же самые большие противники. Колледж футбол. Бедня. Вам пришел гость, чтобы послушать футбол. Ну, все представляете? Джон, смотри, да, я слушаю. У него нет телевизора, но у него есть телефон. Если есть телефон, все в порядке. А ваши ниндзя тоже помешаны на футболе? Да. И эту корочку, мы все любили. Нам уже принну волосу из него. Саша доела. Мы были в этот ресторан. В Одесса. В Одесса. В Одесса. И они, как бы, в баре в баке, и в другом баке. И я начал разговаривать в баке, не до сих пор, чтобы купить баку. Так что я говорил с бартенером, потому что я продолжал ходить в баке, когда он был американцем. И потом, после немного, он говорит, следуй мне. Я говорю, хорошо. Так что он возвращается внизу. Без водки. И говорит, хорошо, никогда не делай шоков. Два шоков. Он говорит, шоков, хорошо. Шоков, хорошо. Шоков, хорошо. Погрестнись и взрывайся. Бармен, он тоже пьет. Да. Он купил две вещи. Он купил баку с ним. Просто я? Я не знаю. Я делаю друзья, я думаю. И тогда ты начинаешь говорить русский. Да, тогда я говорю русский. А потом, после ужина, мы разместились у костра. Спраш cozни. У schaft в game. С虚 заза туда его получил. Ты twaix год. С虚 зазаied на камеру с Cup где?